Ауузу биллэхи мина шейтан и рожим, бисмиллэхи ррахмани ррахим. Алхамду лиллэхи раббил аламин, вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, Мухаммадиррасули лиллэхи, ва аля алихи и асхабихи аджмаин. Амма ба'ад ассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату, уважаемые братья и сёстры. Алхамду лиллэх, что Всевышний Аллах нам сегодня дал такую возможность здесь собраться, увидеться с друг другом, укрепить своё братство, свою веру. И дай Аллах, чтобы также в Судный день под лиллэху аль-Ханд, под знаменем пророка салаллаху алейхи и ассалам, он нас так собрал, и чтобы мы все получили шафа от нашего пророка салаллаху алейхи и ассалама и вошли в рай. Мы все с вами знаем, что с начала религии, ислам и до сегодняшних дней с начала нашего пророка алейхи и ассалам, над мусульманами, над верующими людьми стояли правители, те правители, которые руководили делами ислама, и без которых религия ислам, можно сказать, не пошла бы вперёд. Настолько является это важным делом для верующих людей, выбрать для себя правителя, что даже когда посланник Аллаха салаллаху алейхи и ассалам перешёл в мир иной, одна из причин, которых сразу не похоронили пророка, была, чтобы выбрать того, кто будет руководить после пророка салаллаху алейхи и ассалам. Когда был наш посланник Аллаха салаллаху алейхи и ассалам, он руководил делами ислама. После него на протяжении многих лет сахабы, дальше таби'ины, и это доходило до наших дней. И во времена имама Шамиля, рахматуллаху алейхи, также наибы слушали имама Шамиля и повиновались ему. И альхамдуллах, сегодня выбранный алимами в своё время есть такой же человек, который руководит делами ислама. И альхамдуллах, благодаря которому мы видим, как ислам развивается не только в Дагестане, а и за пределами Дагестана, и во всей Европе тоже. Вот когда нашего муфтия Ахмад Хаджи, поставили муфтиям, в муфтияти духовном управлении было, наверное, человек 10 плюс-минус. Альхамдуллах, сегодня мы знаем, даже возьмём отдел просвещения, есть такая организация, так скажем, которая занимается дарватом, которая ходит по школам и объясняет детям, что такое ислам, какая она религия, к чему призывает и так далее. В одном из этих отделов просвещения бывает почти 10 человек. И этот отдел просвещения бывает в каждом городе и в каждом районе. По всему Дагестану ходят ребята в школы, объясняют детям, как необходимо себя вести, что такое экстремизм и так далее. Также мы видим, нашим муфтиям, когда, саллаху сирраху, запущен фонд «Инсан», какую работу он проводит, помогает по всему Дагестану. Вот если возьмём для нас примером будет времена пандемии, мы видим, как во времена пандемии именно фонд «Инсан» проложил большие усилия, чтобы помочь населению. И это тоже было сделано нашим муфтиям. Дальше, если мы посмотрим на его работу, мы увидим газету «Ассалам». Вот недавно к нам из Магнитогорска приезжали ребята, казахи, это Челябинская область. Вот эти ребята, когда я у них интересовался, мне посчастливило, чтобы я встретил этих людей. И когда я у них интересовался, как они вообще узнали про нашего муфтия. Они сюда приехали, на Зиарат к муфтию. И когда я спрашивал у них, они говорят, что посредством этой газеты, читая эту газету, представляет это Магнитогорск, кто-то, может, даже не знает об этом городе. Посредством этой газеты эти люди сегодня сюда приезжают. И это опять-таки же работа нашего муфтия. Также есть отдел фетв, также есть отдел науки, который выпускает книги. Если мы сегодня будем подходить со стороны разума, даже невзирая на шариатские доводы, несмотря на хадисы посланника Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, мы найдем здравомышлящий человек, он поймет, что за таким человеком нужно следовать. Что именно за таким человеком религия, ислам, она пойдет вперед. Тем более мы знаем, что он является устазом. Человек, которого Всевышний Аллах избрал для того, чтобы очищать сердца других людей. И мы понимаем то, что одному управлять Дагестаном, руководить делами ислама является очень тяжелой вещью. И поэтому им были поставлены определенные руководители, определенные имамы в каждом районе и в каждом городе. То есть в городе, к примеру, в Уинакске есть свой имам, в Махачкале другой, и также районные имамы. Этими районными имамами тоже есть установленные люди в селах. И каждому из нас, если мы хотим подчиняться нашему муфтию, нам что нужно делать? Нам необходимо, чтобы мы подчинялись тем людям, которые они поставили. И для этого у нас есть и доказательства, в которых Всевышний Аллах в Куране говорит О те, которые уверовали, вы повинуйтесь Всевышнему Аллаху, вы повинуйтесь Посланнику Аллаха, и вы повинуйтесь тем людям, которые поставлены над вами. Если мы являемся людьми, которые верят во Всевышнего Аллаха, верят в Посланника Аллаха, то мы должны следовать тем людям, которые над нами поставлены. И как бы нам не нравилось то, что они нам говорят сделать, насколько бы мы это не видели неправильным, мы не должны вытаскивать свое мнение наружу. Ведь эти люди поставлены над нами, и мы должны следовать этим людям. Также есть Хадис Посланника Аллаха, который передает Анна Субдумалик. Вы слушайтесь и повинуйтесь тому человеку, который поставлен над вами. Даже если над вами поставят эфиопского раба, размер головы, который подобен изюму. То есть, пока этот правитель, который нам что-то повелевает сделать, или что-либо, чтобы мы оставили, пока этот правитель не выходит за рамки шариата, не выходит за рамки ислама, мы должны слушать этого человека и повиноваться ему. В те времена эфиопские рабы, это, если скажем, слой населения, это был самый низкий слой населения. Даже если вот такого человека над вами поставят, Пророк А.С. говорит, вы должны повиноваться ему. Также есть Хадис Пророка А.С., в котором он говорит, тот человек, который увидел от своего правителя, от человека, который поставлен над ним, что-то, которое он не желает, то, что ему не нравится, пускай этот человек проявляет терпение. И далее в этом Хадисе говорится, если человек начнет возражать, разделять джамаат хотя бы в пять, то этот человек умрет смертью невежества, невежественной смертью. То есть настолько большое внимание дается религии ислам, чтобы мы смотрели и слушали тех людей, которые над нами поставлены. И часто мы замечаем, вот, люди не бывают согласны с тем решением, которое выносит имам. Даже возьмем дни праздника или другие времена, разницы нету. Бывают не согласны некоторые люди и высказывают свое это мнение. А мы видим, посланник Аллаха, алейсалату вассалам, говорит, «Фальясбир, ты проявляй терпение». Смотря шариатские доводы, смотря со стороны разума на тех людей, которые поставлены над нами, то мы должны слушать этих людей и следовать этим людям. Если мы хотим, чтобы эта религия пошла чуть-чуть вперед. И тем более, если человек сделает правильное намерение, если он сделает правильное намерение следовать за этими людьми, то он еще и вознаграждение от Всевышнего Аллаха тоже получит. Просто человек сделал искреннее намерение следовать имаму, который поставлен над ним, и слушает его то, что он говорит, он дальше говорит джамаату и не разделяет джамаат, перед Всевышним Аллахом этому человеку будет вознаграждение. Легко и просто. Дай Аллах нам тавфиq, чтобы мы тех имамов, тех руководителей, которые над нами поставили, видели истинными людьми, исследовали за ними. И пусть Аллах нас обережет от разделения джамаата.